МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире ток-шоу «Философия здоровья» программа для тех, кто ценит собственное здоровье и вовремя заботится о своем организме. Вести сегодняшнюю программу будут для вас академик Российской Академии Естественных Наук, академик Нью-Йоркской Академии Технологических и Общественных Наук, создатель уникальной линии препаратов на основе солей Мертвого моря доктор Нона и Андрей Зайцев. Сегодняшняя тема – мигрени. Болезнь гениальных людей – так называли раньше мигрени. Недуг этот известен еще с древности. Им страдали многие выдающиеся люди – Пунтий Пилат, Юлий Цезарь, Зигмунд Фрейд. Чаще всего мигрень преследует натуры творческие, интеллектуальные и эмоциональные. В переводе с французского мигрень означает «боль в половине головы». Во время приступа почти всегда страдает именно одна часть головы. Причем боль бывает такой силой, что человек буквально выпадает из реальности. Все его раздражает и доставляет страдания. Причины болезни пока до конца не изучены. Типичный страдающий мигренью – житель мегаполиса. Человек амбициозный, ориентированный на успехи в карьере и личной жизни. Факторами риска считаются постоянные стрессы, эмоциональная неустойчивость, диабет, курение. Большое значение имеет наследственность, особенно по линии матери, ведь женщины страдают от мигрени в три раза чаще, чем мужчины. Мигренью страдают как раз в большей части активная часть населения. Пик мигрени приходится от 30 до 45-50 лет, что как раз самый активный возраст. И в большинстве своем это женщины. Женщины страдают мигренью более тяжело, больше снижается функциональная активность. Вызвать приступ могут долгое пребывание в накуренном или душном помещении. Перемена погоды, нарушение режима питания, избыток или недостаток сна. Провоцируют мигрень определенные запахи и продукты, такие как шоколад, сыр, орехи, цитрусовый, уксус, жирное или копченое мясо. Классическим провокатором считается красное вино. Шампанское, коньяк, ликер и пиво, а также какао и кофе также могут стать виновниками развития мигрени. Пациентам, страдающим от изнуряющей головной боли, надо обследоваться у врача-невролога. И если будет доказано, что это действительная мигрень, лечиться надо специально назначенными лекарствами. Обычное обезболивающее помогает гораздо хуже или не помогает вовсе. Итак, дорогие телезрители, головная боль, другими словами, мигрень – явление достаточно распространенное, и ей страдают как мужчины, так и женщины. Но, как мы узнали из сюжета, в преимуществе своем головной болью страдают именно женщины. Доктор Нона, почему именно так? Почему именно в большинстве своем женщины? Потому что мужчины ничего не берут в голову, а мы, женщины, за все переживаем, поэтому у нас болит голова. В принципе, название мигрень произошло от французского корня, означающего полголовы, или гемикранион с древнегреческого. Почему болит полголовы, мы разберемся позже. Хорошо, давайте разбираться на конкретном примере. У нас традиционно в нашей студии есть гости. Ее зовут Елена. Елена, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, когда впервые вы столкнулись с этой проблемой. Я так полагаю, что головные боли встречались с такой достаточно частой периодичностью. Вы обращались к врачу, и наверняка был поставлен какой-то диагноз. Первый раз я столкнулась после рода старшей дочки. Это было 9 лет назад. Как-то так совпало. Буквально после родов, наверное, недели на вторую, я узнала, что такое мигрень. Это действительно, когда болит половина головы. То есть это и глаз, слезотечение чаще всего бывает, насморк с одной стороны, часть челюсти болит. И обычно это продолжалось 2-3 дня. То есть никакие... Я, конечно, пробовала, пила таблетки, пыталась... Аналогетики не помогают? Часть какую-то боль, может быть, снимали, но 2-3 дня пройдет. Я узнала, что надо потерпеть 3 дня. Ну вот, надо было их как-то потерпеть. Вот и тогда... Вообще существует мигрень двух видов. Обычная мигрень, которая возникает от изменения режима дня. У вас родился ребенок, вы перестали спать ночью, сбился биоритм и появились мигрени. Существует так называемая мигрень выходного дня, когда мы решили отоспаться за всю неделю, встали в 2 часа дня с дикой головной болью. Вот этого делать нельзя. При мигрени... Мигрень — это сосудистое заболевание. В отличие от простой головной боли, происходит не сужение сосудов, а расширение. И расширенные сосуды давят на мозговую ткань. Поэтому аналогетики обычно и не помогают. Обычно мигрень ставят только в том случае, если есть предвестники мигрени или мигрень с аурой. Обычную мигрень путают чаще всего с обычной головной болью. Поэтому врачи не обращают внимания, кидают этого больного от одного доктора к другому, от нервопатолога к психологу. И в результате человек оказывается в укулисты. Отправляют, да. И не могут найти причину. Ну, в конце концов, человек привыкает жить с этим, приспосабливается и обращает внимание на вещи, которые у него вызывают эту мигрень. Это может вызвать острая пища, может вызвать нервный стресс. У меня была одна больная, у которой мигрень появилась после измены мужу. При наступлении оргазма у нее начинала болеть голова, и головная боль продолжалась в течение 3-4 дней. Вот такая своеобразная мигрень вины у нее развилась. У некоторых женщин бывает мигрень от применения контрацептивов. То есть приходится менять контрацептивы. И надо выяснить, от чего у меня болит голова. Вот смотрите, друзья, мы с каждой минуты сейчас приближаемся к истине, с каждым шагом, дорогие женщины. То есть первый совет, чтобы не болела голова, не изменяйте своему любимому супругу. А во-вторых, тогда, когда нужно бежать... Если изменили, получаете удовольствие. Хорошо. А тогда, когда нужно действительно бежать к врачу? На каком этапе? Если мигрень продолжается длительно, и вы не можете выйти из приступов. Приступы очень частые. Если она болит раз в 3 месяца, с этим как-то можно жить. Но если раз в неделю у вас появляется приступ мигрени, надо идти к врачу. Хорошо. Елена, скажите, пожалуйста, как сейчас вы себя чувствуете? Чем и как вам помог врач до этого? Или, может быть, не помог? Ну, честно говоря, я до врача-то так и не добралась, потому что был маленький ребенок, потом второй уже появился. То есть как бы было не до них. Вот. И сейчас я приспособилась. Сейчас, конечно, стало намного лучше. Я познакомилась с продукцией доктора Нона, и у меня есть свои рецепты. То есть вот сегодня с утра я встала, как по заказу, с мигренивой болью. Вот. Но это уже не длится 3 дня. Я вот уже могу как бы нормально выглядеть, то есть ничего никак. Не лежать в закрытой темной комнате с выключенным светом, чтобы не было шума, никаких раздражающих запахов. То есть вот на такую жизнь обречены люди, страдающие мигренью. Сейчас я выяснила для себя. Я беру грязь доктора Нона, я наношу на 15-20 минут на голову, причем это должно быть именно 15-20 минут, ни больше, ни меньше почему-то у меня пробую. Обязательно смываю горячей водой, вот насколько можно терпеть. Потом горячим же феном сушу. И вот из капсул я посмотрела, я пью оксин от 3 до 5 капсул. Вот тогда либо боль уходит совсем, либо она становится меньше. Если не до конца ушла, через несколько часов я повторяю еще раз. И вот жить можно. К сожалению, на сегодняшний день лечения мигрени не существует. Наша с вами задача увеличить интервалы между приступами мигрени. У меня есть больные, у которых была мигрень каждую неделю, сегодня они страдают мигренеподобной болью только раз в полгода. То есть мы сделали такой длительный интервал. Для этого надо правильно питаться, высыпаться, не раздражаться, не нервничать. Кстати, чем больше мы смеемся, тем меньше, реже у нас возникает приступ мигрени. Смотреть только позитивные фильмы, не смотреть никакие драмы по телевизору. То есть только позитивная информация, улучшающая настроение. Но, к сожалению, жизнь преподносит свои сюрпризы. И мы не можем жить в ватной подушке. Приходится с этим сталкиваться. И вот я подобрала ряд народных средств, которые использовали наши бабушки, страдающие мигренью. Значит, коровье молоко, желательно из-под коровы летом, капать в нос. Существует великолепный рецепт, просто мы его в студию не смогли принести. Если вы чувствуете, у вас наступают предвестники головной боли, надо взять мороженое и языком прижать его к верхнему небу. Вот этот холодовой рецептор включенный, он воздействует на гипоталямус и снимает головную боль. То есть приступ мигрени не развивается. Вот так благоприятно действует мороженое. А ленинградское особенно хорошо. Можно взять лимон, взять цедру, кожуру лимона и приложить ее на височные артерии. Если вы откроете рот, то вы над верхнечелюстным суставом вы обнаружите такую ямку, нажмете туда до боли, значит, вы нажимаете на височную артерию. Очень хорошо снимает боль. Для чего лежит свекла? Берем сок свеклы на тряпочку, турундочку и вставляем в ухо. Как капли в ухо. Тоже отвлекающая процедура. Очень хорошо снимает головную боль. Квашеную капусту закладывать за уши. Не кушать, а положить в виде компрессов за уши. Для чего лежит компресс? Очень хорошо сделать тугую повязку, холодный компресс на голову, а вот ноги надо погрузить в баночку с горячей водой. Японцы вообще рекомендуют поставить две ванны рядом. Одну с очень горячей водой, другую с очень холодной водой. Даже лед туда опускают. И делать контрастные японские ванны. Но мы не имеем такой возможности. Мы делаем ручные контрастные ванночки. Быстро заболела голова на работе, вы чувствуете, у вас есть предместники мигрени. Зашли в общественный туалет, на одну руку, на локтевой сгиб, льете кипяток, прямо как можно терпеть, на другую холодную. И вот эта процедура прекрасно снимает головную боль. Из препаратов доктор Ноны немецкие врачи обнаружили, что женщины, страдающие мигренью, у нас была группа пациенток, 60 человек, мыли голову ежедневным шампунем в течение трех месяцев. Они просто сегодня не возвращаются к приступам мигрени. Ну, конечно, они не перестали мыть. Если рефлекторный массаж с архибактерией снял головную боль, они это используют каждый день. Также я получила великолепный результат при мигренеподобных и мигреневых головных болях использование рафсина. Постоянно. По две капсулы каждое утро. Чай гансин в горячем виде тоже помогает справиться. И ножные баночки с квартетом солей. Ежедневные. Вот зима, часто меняется атмосферное давление. Люди, страдающие мигренью, у них очень часто происходит из-за перемен давления, головные боли. Принимайте ежедневно в течение всей зимы. Вот смотрите, очень много сейчас советов и рекомендаций получили от доктора Нона. Если вы у себя на работе в офисе заметили какого-либо из своих коллег, сотрудников, человек, который за ушами квашеная капуста, значит, это у него никогда не болит голова. Тоже как вариант. Очень хорошо, очень действенное. Я после передачи обязательно попробую. Но скажите, пожалуйста, доктор Нона, есть ли все-таки головной боли к мигрени относиться легкомысленно, так скажем? Какие заболевания в данной ситуации могут развиться у человека? Ну, конечно, любая сосудистая патология, которая следует за мигренью. Обычно эти люди склонны к гипертонии. Дальнейшее сосудистое нарушение у них гипертония, инсульты и вот такие тяжелые патологии. Хорошо. А что тогда делать в экстренных ситуациях, тогда, когда, ну, не дай бог, начался приступ? Скорую вызывать. Скорую? Да. То есть никакое лежачее, горизонтальное положение? Ну, если вы не можете выйти сами из мигрени в течение трех суток, надо идти в стационар. Семь часов в офисе за компьютером, еще два в транспорте. К тому же семья и бесконечные домашние хлопоты. С таким ритмом жизни голова хочешь не хочешь заболит. Здесь таблицки перестали помогать. Я решила обратиться к врачу, потому что головные боли были очень истерпимые. Это вот такие приступы головные боли, которые называются мигренью. По данным мировой статистики, только в России этим недугом страдает 20 миллионов человек. То есть в нашей стране каждая пятая женщина больна мигренью. И это не отговорка, и даже не просто головная боль. Это серьезное заболевание. В отличие от других видов головных болей, при которых развивается в основном спазм сосудов головного мозга, при мигрене идет расширение сосудов. И поэтому применение стандартных препаратов, применяемых при других видах головной боли или просто при каких-то болевых синдромах, не помогают при приступе нагревания. Лучший способ справиться с приступом – погасить его в зачатке, когда головной боли, как таковой, еще нет, но уже появились ее предвестники – раздражительность, усталость, сонливость. Нужно принять назначенное врачом лекарство и обеспечить себе полный покой. Сейчас существует несколько этих препаратов. Эта группа называется триктамы. Препараты, созданные специально и именно для лечения приступов мигрения. Они купируют полностью приступ, то есть снимают не только головную боль или ощущение головной боли, но и сопутствующие симптомы, которые доставляют пациенту немало страданий. К сожалению, лечебные мероприятия способны лишь снять боль или приостановить развитие приступа. Чтобы мигрень беспокоила как можно реже, доктора советуют вести здоровый образ жизни, чаще отдыхать, особенно на свежем воздухе. Держать мигрень под контролем можно также с помощью физиотерапии, гомеопатии, занятий йогой. Но в любом случае никогда не следует пренебрегать консультацией врача-невролога, который поможет назначить грамотное и эффективное лечение мигрени. Вы сказали, что чай надо пить горячим. А если чай гипотоник, например, у меня пониженное давление, в этом случае все равно можно пить горячий только после еды. Только после еды, да? У гипотоника рекомендуется после еды. Еще вопрос сразу. Так как я пользуюсь горячей водой, она тоже расширяет сосуды? То есть я могу это продолжать делать, если это облегчает? Ну это все индивидуально. У вас идет рефлекторное такое. Они расширяются, близкие сосуды головы, именно кожи головы, скальпа. А те сосуды в это время сужаются, которые давят на головной мозг, и поэтому вы таким образом снимаете свой приступ. Хорошо, спасибо. Ну вот сейчас, друзья, я хотел бы затронуть другую сторону этого вопроса, этой проблемы. Тогда, когда двое любящих друг друга людей после романтического хорошего ужина, у них должно что-то такое приятное и полезное для здоровья обоих произойти. И тут кто-то из партнеров говорит, что у него болит голова. Вопрос мой в чем? Может ли занятие сексом расцениваться как наоборот профилактика или главная боль? Конечно, конечно. Мужчины часто используют такую фразу, когда жена говорит, у нее болит голова, идем, дорогая, полечимся. И часто даже сексопатологи рекомендуют. А почему? А что происходит такое в организме? Вырабатываются эндорфины, гормоны радости. У мужчины? И у женщины. Ну, если ей повезло, мужчины. И сосудистые процессы у нас тогда отступают на второй план. Удовольствие прежде всего. Доктор Нонна, но как отличить мигрень от просто головной боли? И наверняка методы лечения разные. Очень просто. Простая головная боль снимается аналогетиками. А вот мигрень нужно создать особые условия для того, чтобы больная лежала в темном месте, в тишине, без запахов, без света. То есть вспышки света могут вызвать мигрень. Сегодня очень часто мигрень появляется у людей, работающих на компьютере. Именно мелькание экрана может спровоцировать мигрень. Мигрень может быть спровоцирована аллергической реакцией на какую-то пищу. Я хочу дать один простой рецепт. Человек иногда не может поменять профессию. Для того, чтобы ему справиться с наступающим приступом мигрени, надо просто иметь динамический крем. У нас на руке по суджок терапии есть все точки для снятия мигрени. Вот это голова, дистальные фаланги пальцев. Надо взять и промассировать, используя динамический крем в течение двух минут дистальные фаланги пальцев при ауре мигрени. Аура может выражаться мушке перед глазами, какие-то световые явления, круги, темнота. Некоторые даже во время ауры теряют сознание. Вот вы почувствовали предвестники мигрени? Быстро достали динамический крем, натерли в любом месте. У меня была одна пациентка, она живет в Америке, говорит, каждый раз, как я заходила в станцию метро, видела, как мелькают поезда, вот от этого света, это у нее был триггер на мигрень, наступал приступ, так она сразу доставала себе динамический крем, на нее все смотрели изумленно, но она таким образом спасалась. Наверняка для того, чтобы не спровоцировать приступы мигрени, головной боли, нужно отказаться и от курения, и от алкоголя. Да, очень часто думают, что алкоголь, особенно коньяк, он снимает головную боль, сосуды расширяются, обратите внимание, при мигрени сосуды расширены, расширены сосуды давят на мягкую ткань, нежную мягкую ткань головного мозга, а после того, как мы выпьем, они сужаются, как раз облегчение наступает после того, как мы выпьем, но к этому прибегать не надо, и нельзя пить кофе. Кофе тоже, да, провоцировать мигрени, головную боль. И крепкий чай. А что такое внутричерепное давление, и как его можно вообще измерить? Его измеряют глазные врачи, в принципе, на мигрень они не влияют. Доктор Нонна, если про мужчин и про женщин все более-менее понятно, встречается ли мигрень у детей? Очень интересно проявляется в детском возрасте мигрень. Она может проявляться одним единственным симптомом – болью в животе и рвотой. То есть ребенок жалуется, что у него болит постоянно живот, мы ищем всевозможные причины, паникуем, везем его на скорую больницу, думаем аппендицит или еще какая-либо патология, а у него простой приступ мигрени. Если ребенок полежит в тишине, в покое три дня, все проходит. И это может проявляться в любом возрасте. Что нужно делать в этом возрасте, как избежать этого? Любовь, внимание, чтобы ребенок постоянно чувствовал материнскую заботу, ежедневно массаж динамическим кремом детям, спинку, ножки, ручки, чтобы ребенок чувствовал себя защищенным и не боялся. Под утро просыпаешься от жуткой головной боли, которая может продолжаться целый день. Что делать? Как снимать ее? Но утренняя головная боль может вызываться снижением уровня сахара в крови. Это очень часто бывает у больных с сахарным диабетом. Для этого надо пойти к эндокринологу. Это первое. Второе. Поставить на тумбочку динамический крем и прежде чем вы спустите ножки с кровати, натереть от ступней до колена и промассировать все кончики пальцев. Прямо вот ногтем нанесли динамический крем и ногтем нажали, встали и сказали себе доброе утро, я тебя люблю, милая. И тогда день пройдет прекрасно. Спасибо. Еще вопросы? Да. Доктор Ноно, у меня такой вопрос. У детей глистной инвазии, головная боль. Как устранить и как укрепить иммунную систему, чтобы именно прошла головная боль? Вот этот вариант. Ну, это сегодня модно говорить, что у ребенка глистной инвазии. Скорее всего, надо провести дегельмитизацию ребенка лекарственными препаратами и, конечно, любовью купать их ежедневно в квартете солей, чтобы укрепить иммунную систему, делать ежедневно массаж. В зависимости от возраста ребенка можно добавлять пищевые добавки. Самой первой пищевой добавкой должен быть рапсин. Еще такой вопрос. Наблюдались случаи, когда укрепляли иммунную систему и пропадала головная боль. То есть она просто конкретно исчезала. Вот этот вариант. Ну, вялость, такое состояние может еще зависеть от телосложения ребенка. Поэтому это действительно факт, что после того, как мы укрепим ему иммунную систему, он будет здоров, у него не будет болеть голова. Спасибо. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот у меня иногда бывает головная боль настолько сильная, что вот давит на глаза, я беру шерстяной какой-то платок, туго-туго завязываю, как бы ложусь, расслабляюсь, и ну там расслабилась, и я вот буквально на 15 минут отключилась. Потом я встаю, у меня, в общем-то, голова уже не болит. Вот я просто хотела спросить, это мигрень или просто головная боль? сейчас, сейчас, когда я стала пользоваться продукцией доктор Нона, то я, значит, беру динамический, намазываю, значит, височки, ну вот голову, и массаж делаю головы, тоже у меня как-то где-то проходит быстро. Но вот первый вопрос, это вот как вот считается, головная боль или... Головная боль болит только с одной стороны. Мигрень это с одной стороны, односторонняя головная боль. Чаще всего, редко бывает двусторонняя мигрень. У вас обычная головная боль. У маленьких детей вот двух-трех лет, если вот такие спонтанные боли в животе, все определяется, как, допустим, мигрень. Как правильно принять рафсин? Маленьким детям можно проколоть, вообще с грудничкового возраста мы даем, ну, желательно с года, если нет необходимости острого. Прокалывается капельно, вливается. Дети с удовольствием это принимают. Я хотел бы поинтересоваться сейчас у нашей гости Елены. Елена, есть ли у вас какие-то вопросы к доктору Нане? А луксин в этом случае, он же улучшает кровообращение. Он здесь... Да, очанка очень хорошо снимает спазм сосудов, вообще регулирует кровоснабжение и улучшает стенку сосудов, ригидность стенки сосудов. Поэтому очанка рекомендуется. То есть лучше курсом пропить ее тогда? Да, Максим? Я так полагаю, что мы сейчас подошли к тому моменту в нашей передаче, тогда, когда доктор Нана дарит подарки гостям. Вот я хочу вам подарить наш квартет солей и все-таки порекомендовать каждый вечер у телевизора принимать ножные ванночки, расслабляться, делать медитацию и получать удовольствие. Спасибо большое. Удовольствие будем испытывать и мы все вместе, дорогие друзья. Спасибо большое всем зрителям нашей студии, спасибо нашей гости Елене и спасибо нашему главному эксперту доктору Нане. А вам, дорогие зрители, хотелось бы пожелать, конечно же, здоровья и, может быть, к каким-то вещам в нашей жизни относиться чуть-чуть легкомысленно, чтобы не испытывать приступов мигрени и головной боли. Всего доброго, до свидания. Будьте здоровы! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok